У нас случился с тобой прямо мини-конфликт. Интересно знать, что же было на зажигалкопать. Может покажем? Смотри. Вы напряженные, я тоже напрягся. Думаю, что сейчас будет. Мы объявляем кастинг во второй сезон самого настоящего реалити-шоу о бизнесе. Где жена? Она не хочет тебя поддерживать. Очень много заказывает. Это страх вообще возвращаться в нормальную жизнь. Это и 5 тысяч долларов стоит. Ты не сможешь все равно вырасти. И о том, как вообще хотеть и жить так, как живу я. Мы тебе рассказываем, как бы мы сейчас, как бы мы были тобой, что бы мы делали. Называется это «Умри или купи». Задача здесь продать больше, сделать обселы людям. Найдем тебе классную Марину с пятым размером груди. Это твой план абсолютно реальной развития. Всем привет, друзья, что у нас в эфире новый выпуск Зажигалки. И соскучились? Я тоже соскучилась. Сегодня к нам наконец-то пришел Антон. Если вы не знаете, то Антон у нас пропустил прошлый эфир, потому что его жена не согласилась прийти. И в этот раз Антон сказал, что жена тоже не придет. Но мы с женой не ждем, дорогуша. Нет, нам нужен Антон, потому что мы придумали для него новый план и осознали очень важную вещь, о которой вы непременно узнаете, если досмотрите этот выпуск до конца. Так что не томлю вас, а бегу прямо к Антону. Что ты такой напряженный? Вы напряженный, я тоже напрягся. Думаю, что сейчас будет. Я расслабленная, неправда. Я расслабленная. Я просто хочу послушать, как прошли твои три недели. Как прошли твои три недели? Что за это время произошло и где жена? Потому что все ждали, конечно же, жену. Жена дома. По личным причинам, то есть она пока что приняли решение, что она пока будет дома. Классно. А чего она не захотела прийти? Лично, по личным причинам. Подожди, у нас случился с тобой такой мини-конфликт в съемках, потому что она отказалась прийти на съемку. Я понимаю, что она не хочет работать с тобой, это отдельная история, имеет право абсолютно. Просто мне интересно, почему ты стал участником шоу благодаря ей. То есть ты не смотрел, не знал, она смотрела шоу, она увидела, она сказала, Тоха, иди, давай опробуй. Мне просто интересно, почему она не захотела просто прийти с тобой, тебя поддержать, потому что это очень непростое дело приходить к нам. Я понимаю, какой это стресс. И приходить не просто к нам, зная, что потом это видит куча людей, которые начинают что-то писать, умные и не очень, добрые и не очень. А почему она не захотела прийти с тобой просто по-человечески, как твоя любимая женщина? Она как человек за кадром. Знаете, всегда есть режиссер, которого не видно, но который много чего решает. То есть она останется за кадром пока что. Она не хочет тебя поддерживать? Нет, она меня поддерживает, но не на камеру. То есть вот и все. То есть вся причина вот в этом. Когда ты ей сказала о том, что не поработать ли нам вместе, что она тебе ответила? Какие были ваши? Я просто хочу понять. Это не первый был разговор, который вы начали. Мы и раньше об этом говорили, но пока что может не время. Ну, она еще ищет себя, во-первых. Может, она не хочет этим заниматься. Но еще не решила для себя, чем она хочет, выйдя из декрета, чем она будет заниматься. Поэтому разговоры идут, но лед немного тронулся. То есть она уже говорит, что давай немного позже. Но выход из декрета это такой, как бы это виртуальный такой срок. То есть вот Оля, например, из декрета, она в него не заходила, да? Мы из роддома приехали с малышом сразу в офис. То есть у нас не было такого. Это момент женского страха. Просто я хочу сказать сейчас, обращаясь к девушкам, это страх вообще возвращаться в нормальную жизнь. То есть у меня мои подруги делятся на две категории знакомые. Те, у кого декрета никогда не было, и те... Не может из него вернуться. Не может из него вернуться, да. Не может по ряду страхов. Я недостаточно привлекательно выгляжу. Это знаешь, я долгое время стеснялась. Я была полненькой. И я думала, что я пойду в тренажерный зал, когда похудею. Потому что мне было неудобно, что я пойду, там будут привлекательные юноши, девушки. Я буду толстой. И у многих такой есть момент. Я сейчас не про фигуру, а вообще в принципе. То есть я в чем-то недостаточно хорош, но когда вот я похорошаю, тогда все начнется. Когда вот я доучусь. У многих это с учебой связано еще чем-то. Получу диплом. Но могу сказать, что самый классный момент именно для выхода, и для меня, например, очень серьезной мотивацией послужила, особенно вторая беременность, когда я пережила уже первая, и поняла, что оказывается можно там растекаться внешне, и вообще мозг плавится, потому что депрессняк. Я для себя приняла очень жесткое решение, что для того, чтобы у меня не было пострадовой депрессии вообще, как бы, мне просто нельзя входить вот в это состояние. Ну там, я переживала, что я там опять поправлюсь, да, там еще что-то. Я для себя приняла решение в нее просто не входить. И поэтому это отразилось вообще на всем. На то, что я прыгала с лестниц, на то, что я поправилась на 6 килограмм и вышла в мини-юбке. Я даже принципиально не купила ни одной вещи. То есть это, знаешь, был мой такой настрой. И я хочу просто сказать всем девушкам, не только там твоей супруге, я не знаю, какие у нее причины, что вот этот момент собирательства, да, то есть я собираю что-то сделать, он может затянуться на очень долгое время, и нет лучшего момента, чем как бы здесь и сейчас. И поиск себя, знаешь, самый лучший поиск, это когда ты начинаешь что-то делать. Потому что пока ты не начнешь делать, ты не можешь сказать, это твое или это не твое. Вот, поэтому для меня это несколько странный момент, вот, но он как бы имеет место быть. Странно, что ты не хочешь поддержать, я считаю это так, сейчас. Потому что все-таки, ну, я понимаю, что у вас маленький ребенок, я понимаю, что хочется много всего, я понимаю, что у тебя, как мужчины привлекательного тоже есть момент того, что тебе нужен шаг. И женщина, которая находится рядом, и женщина, которая говорит, я не против с тобой попахать огороды в том числе сейчас, это очень важный момент. Поэтому, девочки, будьте аккуратны, если у вас привлекательные мужья, потому что, да, вы правильно меня поняли. Наконец-то настал тот долгожданный момент. Все, кто были, зажигал копать и уже своими руками смогли потрогать мою книгу. Ребята, ту самую, которую я так долго обещала писать, потом писала, потом делала. В общем, вот она. И оказалось, что эта книга десятая. Обалдеть вообще. Я написала десять книг. Само от этого немножечко становится так интересно, потому что кажется, что я будто бы только чем и занимаюсь, допишу книги. Но на самом деле я написала ее очень быстро. И что самое прикольное, это то, что первый тираж полностью распродан. Поэтому вы сейчас можете ее увидеть, если вы ее не заказали, подумать, блин, почему я ее не заказал раньше. Мы сейчас заказываем второй тираж, поэтому вы сможете ее получить. Ну а тех, кто ее уже приобрел и к кому она сейчас идет, потому что многим мы отправляем, не забудьте прочитать ее до конца. Здесь в конце есть такая маленькая тайна с хэштегом с просьбой написать свои впечатления об этой книге и получить от меня еще один дополнительный подарок. Так что празднуем. Но в руках у меня еще одна книжка, и я не могу о ней не сказать, потому что так получилось, что на зажигалке пати я ее прорекламировала. И сегодня я хочу вам рассказать тоже о ней немножко, потому что эта книга может вам помочь. Она называется очень прозаичная. Иди ко мне, не надо идти. Называется прозаичная и непонятно, как продавать свои услуги на семинарах для невестных, что за фигня можете сказать вы. На самом деле это книга о том, как привлекать к себе клиентов нестандартными способами. Потому что когда я открыла свадебное агентство, я вообще не знала, как в этот бизнес можно привлечь клиентам, кроме банальной рекламы, которую не очень-то люди на нее реагировали. Мне нужны были какие-то креативные способы. И здесь я рассказываю об этом опыте. Здесь я рассказываю о том, как продавать, не продавая. Как делать так, чтобы люди хотели покупать вас самостоятельно. Чтобы вы просто рассказывали о том, что вы делаете. Делая интересные различные мероприятия, ивенты, какие-то фишечки, которые по сути не будут вам ничего стоить, но будут помогать вам получать клиентов. Я вам очень рекомендую ее заказать, потому что ее цена очень смешная. Я для вас делаю эту стоимость сейчас всего лишь, по-моему, 5 долларов она будет стоить. Но поверьте мне, вы получите много удовольствия. И плюс ее в том, что заказав ее в бумажном варианте, прямо сейчас вы сможете получить ее уже в электронном виде и начать читать. Но в бумажном получить от меня в подарок. Поэтому я вам об этом расскажу. Но эту книгу, please, обязательно читайте, потому что она о жизни, она о том, как делать так, чтобы горела жопа. И о том, как вообще хотеть и жить так, как живу я. Расскажи, что произошло за эти три недели. Три недели плотно работал. Правда, сам, так как и раньше было. Очень много заказов. Я не знаю, с чем это связано. Заказы звонили, звонили, звонили. Занимался, принимал заказы. То есть, ну, очень много принял заказы. То есть, ну, в принципе, это основной, основной показатель работы. Правильный финансовый результат. Поэтому, вот. Но что в итоге я понял, впоследствии, да, что, в принципе, значит, мой продукт хороший. Я это задумался, да, потому что я не делал никакой рекламы. Мне звонили, звонят, постоянно звонят. Но я решил, то есть, полностью его оставить его таким, какой он есть. Просто усовершенствовать, дошлифовывать, делать его более качественным. Ну, и оптимизировать все процессы, чтобы, ну, уменьшать затраты, временные затраты на изготовление каждого заказа. Ну, чем быстрее я сделаю заказ, тем быстрее я получу деньги, тем довольнее будет клиент. То есть, вот, ну, такие основные выводы, да, какие я сделал. Но ты понимаешь, что ты не можешь, не в состоянии будешь это все делать один? Что ты рано или поздно сломаешься, да? Да. То есть, поставлю на цель. Я сейчас ищу работников, то есть, я разместил объявления. Ну, как-то что-то тяжело. Кого ты ищешь? Я ищу менеджера по работе с клиентом и ищу сборщика-установщика. То есть, два человека, которые мне, ну, в первую очередь, необходимы. Потому что я сижу до ночи, считаю все заказы и очень много времени уходит. То, что я, ну, уже сделал, это я сделал склад. Ну, это, конечно, тонкости, там, своей специализации, да. Ну, шаги некоторые я сделал. То есть, я сделал склад, потому что закупки занимают очень много времени. То есть, я понял, что основной это ресурс, это время у меня, которого не хватает ни на что. Поэтому, ну, оптимизировали закупки, сделал склад. Что с CRM-системой у тебя? Да, по CRM-системе. CRM-систему я не искал, я хотел ERP-систему. То есть, это производственная система, которая автоматизирует производство. Ну, начал узнавать, да, по интернету, прозванивал фирмы и оказалось, что это очень дорого. То есть, на данном этапе… Сколько это стоит? Если разработка индивидуальная, это и 5 тысяч долларов стоит. А не индивидуальная? Минимум от 3 тысяч долларов, вот называли мне цифры, да. Не индивидуальная, это обонплата, тоже 300 долларов в месяц. Поэтому… То есть, меньше, чем 300 долларов? 300 долларов обонплата. Их не так много вариантов. Угу. Ну, и при этом все равно мне нужно все это вести самому, то есть, вводить исходные данные. То есть, для маленького бизнеса нерационально вообще? Ну, пока что нерационально, поэтому было принято решение… То, что я узнал, когда посмотрел вашу первую передачу, то есть, Trello. Угу. Угу. То есть… Да, тебе Trello подходит, да? Ознакомился, да, очень отлично, мне подходит Trello. Угу. То есть, все прописал, ну, еще нужно… Ну, в принципе, да, там можно двигать с карточки на карточку все эти штуки, да? Да, каждому сотруднику приходит уведомление, то есть, ну, я там поделился заказ на статусе, да, в каком сейчас статусе заказ. В принципе, да. Там просчеты, замеры, там, запуск работы. И каждому сотруднику, кто за что отвечает, ему приходит уведомление, что вот мы приняли заказ, ты включайся в работу. В принципе, да, там можно настроить какие-то такие несложные процессы. Да, да. Ну, тоже занимает время это. Ну, если будет менеджер, то… Я так понял, что ты и так и не приступил к работе с базой клиентов, да? С базой клиентов… Вот, кстати, жена занимается этим. То есть, я ей привез все папки с моими, там, где… Угу. То есть, каким-то образом она все-таки решилась? Да, она сказала, давай я буду дома начинать немножко… А что она делает с этими папками? Ну, у меня по каждому заказу там собираются все счета, все проекты. Ну, мы сделали экселевский файл, в котором там прописывается там дата, имя клиента, телефон, адрес, что он заказал, стоимость, ну, и все. То есть, вот такую базу сейчас делаем. То есть, одна это все перебирает, потому что, ну, накопилось достаточно много… Просто пока приводит в порядок, да? Да, приводит в порядок. Угу. Ну, мы видели, знаешь, мы поняли, что… Ну, думали о тебе, да, разговаривали, обсуждали. Мы о тебе говорим иногда без тебя. Что мы поняли? Мы поняли, что, ну, например, те задания, ну, какие-то, которые мы тебе изначально давали, ну, когда… Где мы видим сопротивление, мы понимаем, что это, значит, не твой конек. Ну, ты не можешь этим заниматься. То есть, есть каждый… У каждого человека есть какие-то сильные стороны и слабые стороны. Вот, например, мы тебе дали задание там пойти с дизайнерами контактиться и с ними. Это не твое. Ну, мы уже поняли, да? То есть, ты к этому не можешь приступить, для тебя это тяжело, трудно. Ты человек, который… Ну, не тот, который легко вступает в контакт с другими людьми. Затем мы увидели, что у тебя есть то, что ты откладываешь. И у тебя сопротивление к чему? У тебя сопротивление к тому, чтобы начать звонить своим клиентам. Тоже у тебя нету этого, да? Ты так и не собрался им. Никому не позвонил. А? Немножко звонил. И что? Ну, очень трудно. Долго тебя до этого тоже… Хорошо. Это легче, чем звонить дизайнерам, конечно, намного легче. И что? Сколько человек ты прозвонил? 15. 15. Какие-то были результаты? Как они реагировали? Расскажи. Ну, реагировали, то есть узнали, что это я, да, вспомнили все. То есть, есть несколько рекламаций, которые нужно подправить. Одна рекламация, то есть, буду там переделывать за свой счет, все нормально, чтобы не переживали. И несколько регулировать, ну, по мелочам нужно подправить и три заказа есть. И три заказа. Да. То есть, с 15 звонков ты получил три заказа. Небольших. Небольших, но… Самое главное, что ты людей реанимировал. То есть, они привыкли, они теперь понимают, у кого это заказывать, видишь? Да. Работает. Работает. Нужно… Соберем базу, да, да. Ну, мы вот что поняли с Олей, когда мы анализировали, мы поняли, что ты все-таки не человек-продавец, да, ты человек-производственник. То есть, твоя сильная сторона производства. И тебе, конечно, самый идеальный вариант – это иметь партнера. Партнера, который бы занимался маркетингом и продажами, а ты бы занимался, например, производством. Но в таком партнерстве всегда есть очень большая проблема в том, что тот человек, который на продажах, он в какой-то момент от тебя, ну, рано или поздно у вас случится конфликт. Потому что он… у него база клиентов, у него продажи. И он производство любое возьмет, да, и ему не надо будет прибыль делить с тобой, ну, условно говоря. Рано или поздно это… Если говорить о той модели, которую мы предлагали тебе, то есть, есть два формата. Есть момент того, что мы говорили, создать личные связи с дизайнерами, с застройщиками. Это долго, но зато ты получаешь постоянный источник дохода. Но это как раз момент коммуникации, знакомства, да, то есть, на это нужно потратить энергию, время. Но в дальнейшем это даст хорошую базу. Конечно, в идеале, если есть человек, да, который этим вопросом все время занимается, например, как я думала, что это может быть твоя жена, которая постоянно этим занимается, копает-копает, и, в принципе, тебе тогда не нужно конкурировать в интернете с рекламой, там, с прочими вещами, потому что вы постоянно уже входите в отношения, ну, то есть, это легко как бы уже решается. Но, действительно, то, что сказал Сергей, есть огромный минус того, что рано или поздно этот человек по-любому от тебя свалит. Ну, то есть, шансы очень велики. Если говорить о втором моменте, ну, втором варианте, который может быть для тебя. Вот сейчас ты, как бы, у тебя все классно, тебе звонят клиенты, там все здорово, замечательно. Но тут есть два момента. Первый, во-первых, они могут перестать звонить в какой-то момент. Знаешь, как вот бывает, джинь-джинь. И во-вторых, что может произойти, это то, что ты не сможешь все равно вырасти. Ты дойдешь до какого-то количества там, и все. У тебя будет это количество заказов, а больше это сделать, ну, не сможешь. Не, ну, сейчас вот он уперся в потолок, потому что он не успевает обрабатывать входящий поток, а ему надо же увеличивать. Ну, смотри, а твоя энергия занята сейчас, ну, естественно, она правильными вещами занята. Но, понимаешь, для того, чтобы развивать бизнес, все равно нужно думать как руководитель и стремиться быть руководителем, даже несмотря на то, что ты технарь. Поэтому мы подумали, что самый логичный для тебя способ развития сейчас, если убрать вот момент того, что тебе не надо, ну, коммуницировать, да, то есть самое классное это что? Это когда у нас просто идет классный поток входящих клиентов. Ну, пока первая задача. Вот классный, постоянный, причем там с повышающимися чеками и так далее. Этот момент нужно иметь всегда. То есть всегда самая первая проблема у людей, вот люди очень часто создают производство, брендинг, знаешь, всю херню, а с потоками вечные перебои. И, естественно, что если у тебя нет потока клиентов, ты в какой-то момент не можешь платить всем зарплаты, не можешь все содержать, ты только расширился, да, у тебя денег стало меньше, бум, ты опять всех уволил. То есть поток клиентов – это очень важная вещь. И как ни крути, поток клиентов основной находится в интернете. Поэтому мы возвращаемся, как бы, вот мы тебе рассказываем, как бы мы сейчас, да, если бы мы были тобой, что бы мы делали. Мы возвращаемся к плану Б – это интернет, о котором мы не говорили. Мы посмотрели на твоих конкурентов. Я тебе скажу больше, я даже прозванивала их. Заказы им разрешила. Заказы, да, наблюдала за тем, как я реагирую на какой сайт, почему, надо ли мне смотреть портфолио или нет. Тот сайт, на который я обратила внимание, я, честно говоря, не суперсильна в сайтах. Сергей сейчас расскажет, как это называлось и во что я стала играться. Но поведенческая работа с клиентом была весьма серьезная, потому что я оставила заявку. Правда, перезвонили, это было воскресенье. Мне перезвонили минут, наверное, через 30. Я сказала, что я занята, не могу говорить. Мне на следующий день в Viber прислала девушка сообщение характера такого, что Ольга, я вам звонила, я помню, что вы занята. Давайте, вы мне напишите параметры, и я вам, ну, чтобы вам было удобно. Я отморозилась от нее, ну, просто я забыла, честно говоря, опять закрутилась. И она перезвонила мне еще, по-моему, через два дня. Я ей сказала, что спасибо большое, но я уже как бы вопрос закрыла. Она сказала, мы можем с вами поговорить и сделать вам более привлекательную цену. Я ей сказала, я уже дала предоплату. Но она сражалась со мной, и она очень корректно, классно разговаривала. То есть это говорит о том, что у них есть система входящих звонков, и они классно работают с клиентами, над этим нужно быть. Так вот, шаг первый, мы подумали над тем, что для тебя было бы идеально сделать сайт. Но сайт не в масштабе проблемы такой вот, о которой ты сейчас думаешь. А давайте, Сергей, вы расскажете об этом лучше. Ну, сейчас последняя как бы фишка в сайтостроении, да, захвате контактов клиентов, это называется квиз. Слышал такой, нет? Квиз – это такая штука, которая завлекает клиента и в несколько этапов доводит его до такого состояния, что он оставляет свои данные контактные. Ну, первое, например, вам там, например, какая площадь вашей кухни? То есть квиз – это ряд, это несколько страниц очень простых, на которых на каждой странице клиент отвечает на какой-то один простой вопрос. Причем вначале написано – ответьте на пять простых вопросов, к примеру, и получите минус 30% скидки. Да. И ты отвечаешь на первый вопрос, у тебя раз, там, минус 5, уже 5% скидки получил. Там, какая площадь вашей кухни, там, например, там, 15 квадратных метров, да, у тебя раз, там, следующий вопрос. Там, какая форма вы хотите? Не надо, там, угловая, там, или прямая, ты-то отвечаешь, там, и уже у тебя скидка 10%, ты переходишь дальше и так далее. И, там, буквально ты пять раз нажал, там, кнопочку, и у тебя, там, видите ваши данные, мы вам сейчас все пришлем, там, на… Ну, чтобы ты понимал, там нет ни портфолио кухонь, пока еще вообще об этом не идет никакой речи. Ничего нет, да, ничего нет. То есть, просто, вот, задача его взять, завлечь человека, да, дать контактные данные… Меня этот сайт привлек больше всего. Я увидела такой сайт, они могут быть абсолютно разные, но меня это привлекло. Что делается дальше, в принципе, по-нормальному? Дальше у тебя появляется контакт человека, с ним уже можно вступать в разговоры. Я бы после этого готовила, у нас с Сережей тут мнения разошлись, он говорит, что можно сделать сайтик для этого там, я говорю, что можно сделать презентацию, то есть, обязательно что-то после дать клиенту показать, что мы делаем, да, чтобы он не просто общался с нами, а показать наши работы, или у меня, например, возникла идея, там, если это на сайте делать, то сделать, например, выложить там несколько своих работ, но очень подробно расписать о том, как создавали, какая стояла задача, сколько квадратных метров, какие проблемы решали, сколько это все стоит, то есть, чтобы человек, вот, знаешь, конкретно понимал, где была сложность, еще что-то, чтобы у людей был кредит доверия к тому, что вы делаете, но таким образом можно получать весьма неплохой входящий поток, вот, и следующий момент, это уже то, что входящим потоком должен заниматься не ты, ты абсолютно правильно пришел к этой мысли, что, ну, тебе нужен менеджер, он тебе действительно нужен, так или иначе, тебе нужна обязательно девочка, которая будет заниматься, кстати, что у тебя, девочка тебе понравилась, нет? Смотри, твоя задача будет ключевая тогда, ну, то есть, первое, как я это вижу? Я вот увидел при слове девочка, глаза загорелись. Тихо, она смотрит жена. Так, смотри, смотри, а то загорим, смотри, сайт. Да. Тебе нужно найти компанию, которая это делает. То есть, ты не сам засаживаешься за это делать. Ну, называется квиз. Дальше, момент номер два. Тебе необходимо… Что это? Я показал, чтобы не бесили меня. Момент номер два. На этот сайт необходимо будет настроить рекламу, очень точечную и правильную. Контекстную. Контекстную, конечно. Иначе на нее не будет трафа. Тебе нужны, первое, ребята, смотрим. Если кто-то есть и в этом шарит, обязательно пишем. Первое, те нужны, кто тебе сделает сайт. Второе, тот, кто шарит очень хорошо в контекстной рекламе, чтобы ты не вылетел в трубу, да? Смотри, мы… Ну, то, что мы увидели. То, что мы увидели. Естественно, по запросам кухни, заказать кухню и так далее, не вздумает по этим запросам настраивать рекламу. Тебе, конечно, любой настроит сразу же. Ну, вылетишь просто в трубу моментом. Потому что, я думаю… Я не смотрел, сколько это стоит, каждый клик. Но он стоит… Порядка 20-25 гривен. Как минимум. То есть, от доллара и выше, я думаю, да. Конкуренция сумасшедшая. На поиске, да, в гарантии. Поэтому, что нужно сделать? Или спецразмещение, вернее, спецразмещение. Поэтому, что нужно… Ты должен найти грамотного очень специалиста, который тебе настроит именно в контекстной медийной сети. Понятно, что там не такие горячие клиенты. Но это люди, которые искали кухни, и уже этим людям показываются твои объявления. Задача в чем? Не только же показать кухню. Задача, чтобы там какое-то было правильное предложение в этом, да. В самом объявлении содержалось правильный посыл, на который человек среагирует. Этот трафик обойдется тебе намного дешевле. Здесь надо заморочиться. Вот с этим, понимаешь? Заморочиться и это сделать. Твоя задача что? Сделать высококонверсионный сайт. Квиз, да. Сегодня самая высокая конверсия у этих квизов. Геймификация такая своеобразная. Ты в игру затягиваешь человека. И второе, если ты не найдешь, ты должен найти людей или сам заморочиться, как технический человек, к ним вопросы. Но найти источники дешевого трафика для своего сайта. Для начала просто хотя бы забей бесплатные всякие видео. Посмотри на эту тему. Для того, чтобы тебе было потом понятнее, кого искать и что тебе предлагают. Вот почему меня привлек этот квиз. Потому что когда я зашла на первый сайт, я начала строить кучу портфолио, кучу текста, кучу всего. Потом я думаю, вау, круто. Потом на второй, на третий, на пятый и все. Мою голову понесло. На квизе было очень простое предложение. То есть вот заполните и мы вам уже что-то пришлем. Тебе это как бы ничего не стоит. Тебя это ни к чему не обязывает. Человек же спрятан, да? Он может быть, как и ты, не очень любит общаться. Но он как бы за экраном, он играет в это. Поэтому однозначно это будет людей вплетать. Поэтому второй момент это то, что тебе нужно будет настроить на это контекстно-медийную сеть и с этим начать работать. Номер три, тебе нужен менеджер. Какая задача этого менеджера? Задача этого менеджера делать то, что ей говорят. Тебе необходимо здесь будет создать определенный, разработать путь клиента и прописать инструкции. Например, она получила входящую заявку, этот телефон. Через сколько она должна позвонить? Что она должна ответить? Куда она должна это внести? В какую базу? В какую табличку? В Trello? Окей, что она должна? Обязательно каждая заявка, ты должен видеть путь этого клиента и должен ей прописать на каком этапе, что она говорит. Закрывает ли она навстречу? Как она закрывает навстречу? То есть это обязательный момент. Менеджер не встречается с клиентами и не продает. Сейчас продажник ты клиенту. Но менеджер занимается вот этой всей фигней. Это первое. То есть она работает вот этот путь клиента назовем. То есть все входящие звонки она обрабатывает. Естественно, те входящие, которые есть сегодня, на которые ты как бы боишься. То есть она с ними общается и доводит какая твоя точка. Довести до встречи, например. Вы встречаетесь лично. Супер. Значит, ее задача иметь твой график. Вы делаете себе календарь просто, где отмечаете. И она ведет, она еще твой как бы секретарь. То есть входящие все заявки она обрабатывает. Дальше. В свободное время, если таковое имеется, она работает и обзванивает ту базу клиентов, которую вы создаете. И точно так же напротив каждого в Excel она пишет. Позвонила, то-то спросила, то-то ответили, то-то сказали. Да, тут уже CRM можно. На все у нее… Да, тут лучше подключить CRM. На все у нее должны быть скрипты. То есть ты ей должен говорить, что нужно. Вот ты позвонил нескольким клиентам для того, чтобы создавать скрипты… Ты денек-два сам должен поработать на этом. Ты сам посидел на телефоне и ты ей прописал, как отвечать на тот, на этот вопрос и так далее. У нее прямо вот это все на бумажках распечатано, она просто как… или там на компьютере, да. Она просто переключает и в зависимости от варианта ответа она говорит, что «Здравствуйте, меня зовут Катя, я личная помощница Антона, он делал вам кухню, мы хотим узнать, как вам наша кухня» и так далее. То есть база существующих клиентов – это тоже ее дело. Если у тебя этого всего будет становиться больше, соответственно, у тебя будет становиться больше… Мало того, когда у нее еще есть свободное время, она может еще размещать в интернете какие-то объявления. Ну, например, на досках бесплатных объявлений. То есть там, где возможно еще разместить, она еще размещает. Зачем? Потому что очень часто в поисковиках вот именно все эти OLX и прочие вещи гораздо выше находятся в выдаче поиски. Они отлично выше, но оттуда клиент… Не приходит? Приходит, но не такой. Не такой. Отлично. Не тот… Все равно есть полный источников, где она может… Она должна у тебя быть постоянно занята. И чем больше ты засеешь интернет, поверь, тем будет лучше. Если у человека будет с тобой не одно касание, а десять, он, блин, и тут он, и тут он, и тут он, это будет только лучше. Что-то мне подсказывает, что вам интересно знать, что же было на зажигалкопате. Так вот, на зажигалкопате было очень ярко. Может, покажем? Да? Смотри. 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 Ну, это все, что ты увидишь. Больше мы тебе ничего не покажем. На самом деле, друзья, ждите наш специальный выпуск «Зажигалкопате». Он обязательно будет, только мы не знаем, когда. Потому что у нас очень-очень много работы. Но он будет. А всем, кто был… Мое личное. Вы самые крутые, я вас люблю. У! Какие твои задачи? Давай все-таки рассмотрим этот момент. Я считаю, что ты не должен стоять шуруповертом и что-то вертеть. Твоя задача первая – это, безусловно, контролировать вот этот трафик. Контролировать – это значит, что кто-то тебе настроил рекламу, кто-то этот сделал квиз. Да. А ты не крутишь и не знаешь, блин, а сколько у нас вообще звонков, мы вообще на что деньги сливаем. Ты обязательно проверяешь каждую неделю. Ты должен замерять, вот тот человек, который настраивает, он должен тебе сделать систему замера стоимости заявки. То есть вот каждая заявка стоит сколько-то денег. Вот сколько – ты должен знать точно. Если ты видишь, что дорого, ты говоришь, подожди, чувак, что-то не то, мне не подходит. Давай дешевле, да. Давай искать варианты, ты сам немножечко разбираешься. Или ты сможешь 10-10 гривен тебе каждый контакт стоит. Ты смотришь, что там, ну, условно говоря, с пяти заявок, у тебя одна продажа идет. 50 гривен одна продажа, 2 доллара – супер, устраивает, классно. Отлично. Давай увеличим бюджет, еще там, например. Это как первое. Ты должен обязательно эти моменты контролировать, сколько она стоит. Обязательно контролируешь менеджера. Контролируешь – это значит, что ты просматриваешь, что было, да. То есть просмотр, сколько звонков ходящих было, куда, что. То есть тебе нужно этот момент понимать. Опять же, какие конверсии. Какие конверсии, как она отвечает, да. То есть что происходит. Это твой второй момент. Третий, самый важный, ну, один из важных, тут все важно – это клиенты. Ты проводишь встречу с клиентами, и твоя задача здесь не просто, блин, высунув язык, а твоя задача здесь продать больше, сделать апселы людям, понимаешь. Иметь возможность и энергию рассказать им о том, что можно свет добавить, можно еще что-то добавить, можно улучшить. То есть поднять чек, понимаешь. Поднять чек. Вот это твоя обязательная задача, когда ты делаешь. И после этого ты опять должен переводить клиента на менеджера. Сначала, может быть, на этого деньги появляются, берешь следующего менеджера, который просто клиент-менеджер, который ведет все процессы. Правильно? И контролирует вот эти вот все вещи. Кто куда – Петя пошел, Вася пошел со сборщиком и так далее, и так далее. И вот об этом мы можем говорить как о бизнесе. И, естественно, твоя следующая задача – это смотришь, что у тебя становится всего больше. Значит, тебе нужно плюс один менеджер, значит, тебе нужно плюс пять сборщиков, значит, тебе нужен новый склад или новое помещение, или еще что-то новое. То есть твоя задача – думать над тем, как это будет разрастаться, понимаешь. Опять-таки не крутить и понимать, что тебе в это время нужно было чего-то делать. Контроль качества, да? Да. Тоже важный момент. Контроль – это значит над. Это значит, когда ты приезжаешь. Как делаешь? Уже все собрано. Уже все собрано, ты все проверил, посмотрел. Кухню помыли, понимаешь, не просто оставили там везде стружки во всех ящиках. Везде подмели, протерли. Все, ты приезжаешь и… Контроль качества и делаете контрольные фото. И хозяину говоришь, вам все нравится, да? Давай тогда сфотографируемся на фоне кухни вместе. Да. И жмем друг другу руки. И видеоотзыв еще снимаешь на телефоне. То есть это твой как бы план абсолютно реальной развития. Я не советовала… Ты встречаешься два раза, когда заказ делаешь, когда продаешь и второй раз, когда сдаешь готовую работу. И все остальное – общение ведет менеджер. Ты можешь стоять рядом с менеджером, жить с ней и даже иногда спать без секса. Вот поэтому я и говорила, что лучше с тобой. А что без секса-то? Послушай меня. Но сам с клиентом тренироваться не выходить. То есть ты с клиентом только на контрольных точках. Сегодня это моя любимая табличка. Вот. Ты с клиентом находишься на контрольных точках. Вот это вот основное. Это то, к чему ты сейчас должен прийти. И это не суть сложного. Вот то, что мы сейчас говорим. Я не советовала бы тебе отказываться от потока сайта, потому что, во-первых, здесь могут приходить клиенты и получше, и побольше с чеком. Во-вторых, все равно, понимаешь, многие люди до сих пор почему-то не поняли, что если тебя нет в интернете или тебя нет в каких-то личных связях. Тут многие работают так. Кто-то через интернет, через рынок, кто-то по личным связям. Но если тебя нет ни там, ни там, и ты надеешься на авось, то авось может легко закончиться. Легко. Поэтому я точно бы от этого не отказывалась и научилась бы с этим работать. Это дает тебе возможность не создавать суперсложные сайты долго, с портфолио огромным, там, знаешь, конкурировать по вот этим текстам безумным, постоянному количеству. То есть там в SEO, там, ну, не надо. По запросам, конечно, нужно. Надо. Да. Над этим нужно поработать. Если ты хотя бы три дня времени посмотришь различные ролики, где об этом рассказывают, почему, что и как, ты будешь очень неплохо соображать. Я бы не рекомендовала тебе технически самому это все делать, потому что, ну, мне кажется, ты сольешься на эти... Но ты будешь правильные вопросы и правильные задачи ставить с человеком. И ты будешь понимать, человек, который сидит напротив тебя, он вообще шарит или нет? Вообще запомните, вы когда кого-то нанимаете на какую-то вообще деятельность, вы хотя бы об этой деятельности узнаете. Вы хотя бы будете понимать, на каком языке он говорит, какие-то лажи будете откровенные знать. Ты не поверишь, как много дилетантов на этом рынке, которые вообще ленятся. Мне кажется, они вообще ничего не смотрят. Один раз, да, что-то там где-то прочитал. Тебе нравится это или нет? Что тебе из этого нравится, что нет? Да, мне нравится. То есть я думал над тем, что я хочу, чтобы мне звонили. Я звонила, чтобы мне звонили. Вот, да. Мы это поняли. Мы это поняли по твоей реакции на те задания. Поэтому для тебя план Б приготовили. Да, мне звонят, да. Я совсем по-другому общаюсь. Но этот процесс нужно, понимаешь, он может быть очень дорогим. То есть одна заявка может стоить безумных денег, если ты просто в объявлении дашь по ключевым словам заказать кухню в Киеве, например. Это будет очень дорого. И другое дело, когда ты сделаешь высококонверсионный лейнинг. Кстати, план этого квиза ты должен сам, конечно, придумать. Какие вопросы, что на этих страницах. И просто дать потом четкое задание. Твоё первое задание – это посмотреть все квизы в интернете. Не только по кухням, по другим. Вообще, посмотри, пойми что, и создай свой план. Посмотри на ютубе, там, забей квиз, да. Там люди объясняют, как он работает, каким он должен быть. Подумать, посмотреть на своих конкурентов. То, что сделали. Сделать как-то иначе. И второй момент – это найти тех, кто это сделает. Это как бы важно. Если кто-то умеет, обращайтесь. Третий момент – это разбор по той рекламе, которая для тебя может быть. Что тебе нужно по рекламе делать. И дальше – это поиск тех, кто это сделает. Здесь важно, смотри, важно, конечно, этим людям и не просто их найти в интернете своих клиентов. Но если они, скажем так, ремаркетинг тоже не забывай. О том, что когда человек пришел на твой сайт… Бывает, что одного касания недостаточно. То есть человек пришел на сайт, ушел и так далее. Уже нужно… Те, кто побывал на сайте, нужно включать ремаркетинг обязательно. Потому что бывает 5, 10, 15 касаний нужно человека должен увидеть в интернете, чтобы все-таки обратился. Потому что это очень важная вещь. Смотри, дальше я тебе советую обязательно посмотреть, изучить сейчас конкурентов, так как я это сделала. Кто работает по таким же квизам. Как они работают, что работают. То есть обязательно сделать несколько разных запросов. Может, по другим городам. Может быть, жену попроси, чтобы она такую разведку сделала. Чтобы четко посмотреть, как они работают. Что вам нравится в этом, что вам не нравится в этом. Чтобы понимать. Потому что это всегда очень хорошо. Понимать, как работают другие люди по вот этим моментам. Что-то ты сразу же видишь, что, блин, это вообще левое что-то. А где-то ты думаешь, блин, это классная идея. Мне, например, вот этот момент, что меня в мессенджер добавили. У меня это, ну, как бы и взбесило, и взбесило, что, блин, ну круто же. Понимаешь? То есть они меня захватывают. А мне было очень интересно, как она прореагирует, когда я буквально кинула трубку и сказала, что я занята. То есть нет, они меня конкретненько дожимали, дожимали, дожимали. То есть смотри, если заявка упала, вот контакт получили, вы должны обязательно, твой процесс работы с этой заявкой должен дойти до логического конца. Логический конец – это два, два, может быть, варианта. Либо клиент вас послал, сказал, все, больше мне никогда не звоните. Либо он купил. Одно из двух. Называется это «умри» или «купи». Да, да. То есть пока он не дошел до этого состояния, вы его ведете, вы его ведете, вы с ним общаетесь, пока он либо не купил, либо не умал. И что самое удивительное, многие считают, что, как бы, некорректно, ну, там, надоедать. На самом деле люди очень разные. И бывает такое, что с шестой попытки связаться с человеком человек покупает у тебя. То есть ему реально не до этого, там, он все время чем-то занят, там, но он все-таки сделал. Теперь у каждого, кто имеет навыки и таланты в сфере бизнеса и желает получить новых клиентов и опыт работы в крутой команде, есть такой шанс. Внимание, мы объявляем кастинг во второй сезон самого настоящего реалити-шоу о бизнесе. В новом сезоне мы будем продолжать помогать начинающим предпринимателям делать их бизнес масштабнее, успешнее и прибыльнее. Но теперь нашим основным героям также будете помогать вы. Итак, если ты умеешь и хочешь еще лучше научиться писать, заниматься СММ, маркетингом, продажами, умеешь организовывать процессы и, в целом, у тебя есть какой-то навык, который необходим, как тебе кажется, для любого успешного бизнеса, наш проект – это то, что тебе нужно. Теперь у тебя появилась отличная возможность заявить о себе слух, получить классную рекламу и показать себя в деле. Заполни анкету под этим видео и будь готов к нашему личному знакомству на большом кастинге. Мы ищем людей, которым для старта необходима поддержка, возможно, обучение, практика и, конечно, пиар. После участия в нашем шоу у тебя не будет отбоя от клиентов. Это уникальная возможность показать себя на деле и познакомиться с настоящими профессионалами в том, чему ты решил посвятить следующие несколько лет своей жизни. Ну и, конечно, пожить в огненном драйвовом гермиловском ритме. Нам не важно из какой ты страны, из какого города, сколько тебе лет, какого ты пола, что ты умеешь делать, работаешь ты на кого-то или имеешь свой бизнес. Все это не имеет никакого значения, ведь самое главное это то, нажмешь ли ты сейчас на кнопку заполнить анкету или пройдешь мимо. Заполняй анкету. И до встречи на кастинге. Тебе нужен менеджер. Под менеджера? Подробнее. Что с людьми? Как искать? Просто размещать на сайтах? Работать? Да. Размещаешь на самые разные вакансии. Секретарь, помощник руководителя, менеджер по работе с клиентами, продавец, как хочешь. На самом деле, самая лучшая вакансия, которая действует, это помощник руководителя. Все хотят. Все хотят быть помощниками руководителя. По сути, как-то не назови, делать нужно одно и то же. У меня каждый сотрудник мой помощник, потому что я могу его загрузить делами. Поэтому сейчас ты должен понимать, что сейчас август, и, конечно же, время такое, когда народ отдыхает. Потом у них будет Новый год, у них всегда что-то нет. Но август очень тяжелый период. К сентябрю народ будет съезжаться все равно и будет легче. Поэтому сейчас, да, платные вакансии даешь на сайтах всех этих работ. На сайтах именно работы? Да, на сайтах работы. А их два, Work.ua и Работа.ua. Два основных сайта, которые работают у нас. Поэтому вот таким образом и... А там сейчас, по-моему, бесплатно даже уже не дашь. А по оплате этот процент лучше всего? Нет. Для тебя выгодно это зарплата средняя какая-то и небольшой-небольшой-небольшой процент. Как правило, вот насколько мы видим, 99% людей, которые приходят, нанимаются на работу, их процент вообще не стимулирует никак. То есть, да, люди слышат только, вот они слышат, какая ставка, и вот сюда, вот им главное, чтобы вот эта ставка была. Какой будет процент, они на это вот, как бы им вообще, да, то есть будет, не будет, они на нее вообще не рассчитывают. Им главное, чтобы стабильно была какая-то сумма. Процент можно давать нормальной человеку, если ты увидишь, что... Лучше давать просто премию, когда тебе захотелось. Вот сам. Можно я скажу? Да. Можно я скажу? Процент нормальный можно давать человеку, если ты видишь, что тебе попалась золотая девочка. Вот ты видишь, что она очень классно общается. Вот у нас были такие сотрудники в практике, которые прям, ну, общались настолько кайфово, что, ну, вот знаешь, это было ее, ну, наверное, призвание. Ну, вот Сашка у нас очень классно общалась, помнишь? Да. То есть вот прям очень здорово. И когда, вот если ты найдешь такого человека, то тогда ты можешь потихонечку ей давать процент, чтобы больше мотивировать. Но по факту, да, к сожалению, почему-то людей это не сильно мотивирует. Но в то же время, если мы не даем процент, у них нет мотивации это продавать. Неплохо будет, например, ты делаешь первый месяц там пробный, да, общаешься с человеком, смотришь. Дальше неплохо включать уже какие-то планы, да, например, что там должен быть какой-то план. Если ты план этот сделал, ты получаешь там настолько-то больше, если ты план перевыполнил, ты получаешь там сильно больше. Вот, то есть тут такой скачок может быть очень сильный, чтобы мотивировать человека. Даже если ты не веришь сам, что возможно столько сделать, поставь ей такую мотивацию, знаешь, там, плюс, блин, тысячу долларов получишь. Вот, иди знай. Ну, бывают очень разные, как бы, случаи. Вот, но тебе самое главное для этого менеджера подготовить абсолютно все детальные инструкции, и этим ты можешь уже заниматься потихонечку, да. То есть как с клиентом общаться, что говорить, как отвечать. Опять-таки твоя супруга может в этих вещах тебе помогать сейчас, в писюльках и так далее, может ей понравится. Ну, для вас, понимаешь, сейчас как для семьи это самый выгодный момент. Почему я на этом настаивала? Потому что любые деньги сейчас из семьи. Зачем? Поэтому хотя бы в каких-то вещах будет здорово, если она все-таки будет тебе помогать. Ну, нет, значит, найдем тебе классную Марину с пятым размером груди, с длинными ногами. Тебе нравятся наколты губы? Спустим губы, спустим. Так что все это будет. Это то, что сделать не так сложно для тебя, учитывая, что у тебя есть. Но это тебя развяжет, и это позволит Антона превратить в предпринимателя. И смотри, может быть, сначала все будет не совсем так, как ты хочешь. Ну, например, ты запустил, вот сделал сайт, запустил рекламу, и заявки получаются, ну, например, там сильно дорого, да, но не очень выгодно. Это не значит, что нужно, ну, нет, не работает. Нужно просто работать, доводить до конца. Там масса вариантов, как это улучшать, улучшать до бесконечности. В любом сайте, в любой рекламе бесконечное количество для... Всегда есть моментов, которые могут усилить это дело. Поэтому просто нужно работать. С первого раза обычно не получается. Нужно дожимать, 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 и ты придешь к тем показателям, которые нужны. Ты должен сразу себе понять, сколько ты готов платить, например, за одну продажу. Ну, например, да, у тебя средний чек, там, условно говоря, 100 тысяч гривен, да, там, типа с 4 тысячи долларов. И ты, сколько ты готов, например, заплатить? Ну, там, например, там, 500 долларов, условно говоря, максимально. Максимально ты готов 500 долларов платить за то, чтобы тебе клиент пришел. Значит, ты должен понимать, сколько там заявка, да, какая конверсия и так далее. Вот. 50 долларов, например, заявка может быть. А если тебе удалось сделать 5, то это вообще супер. Понимаешь, что ты можешь рекламный бюджет увеличить в 10 раз и получать больше. Еще очень хороший момент, ну, что я тебе рекомендую. Во-первых, я тебе рекомендую все-таки посчитать еще момент своего производства. Сколько оно в состоянии потянуть и как тебе необходимо будет расширяться, например, если у тебя будет большее количество заявок. Это, как бы, первый важный момент, ну, о котором стоит подумать. А второй, знаешь, вот, который греет меня. Все-таки очень классно, когда ты для себя понимаешь, какую сумму денег ты бы хотел зарабатывать, считаешь, что тебе для этого нужно сделать и думаешь об этом. Потому что очень часто сама по себе математика не так мотивирует, как когда ты понимаешь, что когда ты выйдешь на это, ты сможешь купить себе новую машину, вы сможете поехать куда-то ездить, начать отдыхать. То есть все равно нужно думать о той жизни и о тех вещах конкретных, которые тебя греют. Это очень помогает, особенно в те моменты, когда не получается, особенно в те моменты, когда вообще не получается, когда вообще почему-то, вот, знаешь, ты вроде бы столько всего нового сделал, а оно вдруг, блин, раз, и такое ощущение, что еще хуже стало. Это все ощущение. Но важно греться и понимать, что, блин, я же иду к своим целям, я иду к своей мечте, я по-любому к этому и приду. Это очень важный момент. Очень. Он позволяет просто не ломаться. Потому что бизнес – это такая вещь, как бы, у всех непростая. Ну, а когда ты четко знаешь, ты понимаешь, окей, все, сегодня я с этим настроением уснул, а завтра я знаю, что мне делать. Ну, вот, если бы мы были на твоем месте, то мы бы делали так. Да, нужно отталкиваться от тех цифр, которые тебе нужны. И уже под это, да, под это просто все остальное. Например, мне надо 30 кухонь делать в месяц, да, условно говоря. Значит, я должен каждый день получать один-два заказа, все, минимум один заказ. А это все остальное математика, ну, при твоем, да, при твоих этих штуках. Да, все остальное математика. Тогда давайте оговаривать, что Антон может сделать у нас, подготовить к нашей следующей встрече. Я думаю, что к следующей встрече тебе нужно разработать вот этот квиз, разработать его. Давай, просто ты, что будет на первой странице, что на второй, третьей, то есть, что человек будет получать, какая будет вот логистика этой штуки. И в идеале пообщаться уже с компаниями, которые это делают. Да, и какие-то, да, какие-то предварительные предложения уже. От тех, кто готов их изготавливать, вот. И я думаю, что тебе нужно изучить вопрос трафика, самому просто его изучить, просто изучить, посмотреть видео на эту тему, почитать статьи и так далее, чтобы тебе понимать, чтобы ты для себя сам уже примерно понимал, где тебе лучше его искать. В твоем случае, да, конкретно. Ну, трафик это поисковая система или что? Откуда угодно можно его брать. Понимаешь, можно брать из поисковых систем, там, Google, да, можно брать из социальных сетей, можно брать из тизерных сетей, можно брать их из... Какие еще есть эти вещи? А, партнерские программы, то, что я говорил на прошлом, ну, Саше и Кате, есть CPA-сети, ну, это партнерские программы. Я не знаю, подходят ли они в твоем случае, но это там, где сходятся те люди, которые дают трафик и те люди, которые что-то продают. Есть вот эта сеть, ты там регистрируешься, оставляешь, ты как продавец там регистрируешься и люди, которые готовы давать трафик, ну, например, ты говоришь, вот я с каждой заявки, например, за каждую заявку плачу там доллар. И люди тебе сами дают трафик, и если идет заявка, да, то ты им просто платишь, если есть заявки. Ну, там есть опасность, масса опасностей, которые, что они там могут тебе липовые заявки давать и так далее, там нужно очень четкие ставить ограничения, либо ты платишь не за заявку, а за конкретные заказы там и так далее. Вот, тоже этот вопрос тебе нужно изучить, может быть, CPA-сети там, там чем хорошо? Тем, что тебе не нужно сразу платить, ты платишь только за конкретный результат. Главное определиться, в чем этот конкретный результат. В заявках, в продажах, да, там, в конверсиях каких-то, вот и все. Вот, CPA-сеть хорошо, ну, хорошая штука, если ей правильно пользоваться. В идеале тебе сейчас нужно просто взять хорошо один источник трафика, не надо много, чтобы не порваться. Вот один источник и его разработать вот по максимуму. Потом, если ты увидишь, что ты его перерабатываешь, уже из этого источника больше нельзя доставать золото, ты переходишь, ну, начинаешь разрабатывать другое. Не надо сразу все, это будет все везде по верхам и везде будет дорого. Нужно в один погрузиться, чтобы научиться оттуда дешево доставать. Понятно. А ты просто должен решить, какой тебе подходит больше. Ну, это точно... Да, это нужно со специалистами. Это точно, да, это точно не купить кухни в Киеве, потому что 90% от всех кликов – это конкуренты. Ты сам, ты сам же забиваешь, наверное, часто смотришь и кликаешь по таким объявлениям. Да. Да, это дорого. Дорого, да. Главное, что не целевые клиенты кликают по ним в большинстве своем. Да, могут же сливать еще бюджет. Палыш, все такие. Тогда мы даем задание, да. Оно больше нравится, да? Нравится. Видишь? Ну, мы поняли, что ты больше технический человек, чем все-таки общение, да. Но, видишь, это не сразу понятно. Надо было как-то пройти через какие-то этапы, чтобы нам тоже тебя лучше понять. Ну что, ребят, пожалуй, больше всего я жду кастинга. И когда эта машина достанется мне. Ну, на самом деле, ребят, это будет очень круто. Второй сезон скоро начнется, совсем скоро. И мы ждем новых участников, потому что, как вы уже поняли, в этот раз у участников будет сумасшедшая поддержка в вашем лице. Приходите на кастинге. Приходите на кастинги, не бойтесь, пробуйте, делайте. Самое плохое, что вы можете сделать, это не попробовать и не успеть. Мы будем продолжать заканчивать истории тех участников, которые есть уже сегодня. Со многими из них вы познакомились на зажигалка пати, кто-то пришел, кто-то нет. Но наше дело бравое. Наше дело помогать предпринимателям становиться успешней. Помогать предпринимателям делать первые шаги, вторые, десятые, делать верные шаги. И самое главное, свои. Не забывайте о том, что вы также можете стать участником нашего шоу. Для этого нужно заполнить анкету. Все вообще анкеты вы можете заполнять и на кастинге, и для участия в шоу, как главный герой. Ссылочки есть у нас внизу под видео. Не забывайте подписываться на нашу рассылку. Кстати, не забудьте о подарке, тренинге, о котором мы рассказали. Ну и вообще, смотрите нас почаще, комментируйте нас, поддерживайте нас, потому что мы делаем, как мне кажется, очень важное дело. И нам очень нужна ваша поддержка. Так что подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока!